Жаркая погода зовет людей на городские пляжи, а порой и в парке. Некоторые люди предпочитают охлаждаться у фонтанов. Один из любимых казанцами – так называемый «пеший» в парке Горького. Планируется, что скоро подобные появятся в Мамадыше или Ниногорске. Сейчас на балансе города находится 29 фонтанов, однако ремонтировать их приходится почти ежедневно. Люди нередко бросают сюда мусор, а порой и выливают моющие жидкости. Маргарита Паснова узнала новое о городских фонтанах и побывала там, куда простому человеку вход запрещен. Появившись три года назад, этот фонтан продолжает ежедневно собирать аншлаги. Безлюдность здесь бывает разве что ранним утром или поздней ночью, говорят его опекуны. В это время они и выходят на службу. Есть такой вот люк. Надо быть предельно аккуратным, потому что здесь все-таки это делалось для обслуживающего персонала, а не для посетителей. Два с половиной метра вниз и вот мы в сердце фонтана. Оно почти в два раза больше, чем площадь наверху. Здесь компьютеры, трубы для вентиляции и ровно 105 насосов. Столько же и струй. Следить за их состоянием нужно ежедневно. Приехать, посмотреть за техническим состоянием непосредственно насосов, посмотреть электрические части. Так как все фонтаны наши безопасны, оно и требует такового обслуживания. Посмотреть за визуально состояние вода, не зеленеет ли вода, не бросать ли мусор. Особенно сложно удалять чистящие средства, говорят специалисты. И просят горожан не выливать их в фонтаны. Ведь время, что потрачено на ремонт, можно использовать, например, на обновление света музыкального шоу. Свет, вода и музыка. То есть три компонента. Для того, чтобы их совместить, человек, либо два человека в темное время суток, ну, например, должны неделю потратить времени, чтобы прописать 4-5 композиций музыкальных. Сделать новое музыкальное шоу одна минута стоит от 7 до 13 тысяч рублей. Вести новые треки в парке Горького обещают недели через две. Кстати, в этом году на обслуживание фонтанов выделено 13 миллионов рублей. Особенно популярным зной становится фонтан в парке Горького. Пройти из одного его конца в другой рады не только дети, но и взрослые. Мало кто знает, что такая возможность придумана не только удовольствие ради, но и для защиты от вандала. Ведь его чаша находится глубоко под металлической решеткой. А вот в других местах приходится часто вворачивать чашу со струями на место, объясняют хранители фонтанов. Ведь чтобы они работали, вода должна возвращаться обратно в резервуар, а не выплескиваться на землю. Маргарита Постнова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.